Российские ракеты залетели в тупик Российские ракеты залетели в тупик Совет России, НАТО не спас договора РСМД Газета коммерсант номер 14 от 26 января 2019 года, СТР Один заседание Совета России, НАТО за неделю до ожидаемого выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, РСМД, не принесло позитивных новостей Стороны просто обменялись традиционными обвинениями и разошлись Не спасло ситуацию даже то, что российскую делегацию возглавлял специально прилетевший для этого в Брюссель замглавы МИТ РФ Сергей Рябков Последний шанс спасти договор представится на следующей неделе Американская сторона предложила господину Рябкову встретиться 30 января на совещании ядерной пятерки в Пекине Выступая по итогам переговоров перед журналистами, генсек НАТО Янс Столтенберг старался быть как можно более корректным по отношению к российской стороне и ее позиции Наша встреча была успешной, полезной и профессиональной, заявил он Мы обсудили две важные темы Украину и договора РСМД По обеим темам позиции России и НАТО фундаментально расходятся Но именно поэтому так важно продолжать диалог, увеличивать предсказуемость и снижать риски Господин Столтенберг выразил сожаление по поводу того, что договор о РСМД находится под угрозой И напомнил собравшимся, в ходе встречи в начале декабря 2018 года все министры иностранных дел стран Альянса согласились с тем, что РФ нарушает взятые на себя обязательства по договору, используя ракету 9М729 Отвечая на вопросы журналистов, генсек НАТО объяснил, почему использование этой ракеты так беспокоит европейских членов Альянса Она мобильна, ее трудно обнаружить, она способна нести ядерное оружие, ее дальность позволяет атаковать европейские столицы И в целом ее существование серьезно понижает порог возникновения конфликта, заметил он Какими характеристиками обладает ракета 9М729 господин Столтенберг также уточнил, что европейские союзники США по НАТО пока не рассматривали вариант размещения у себя американских ракет в случае, если РФ все же не вернется к соблюдению договора Это очень серьезный вопрос, и мы пока сосредоточили все наши усилия на том, чтобы вернуть Москву к соблюдению договора, сообщил он Позже генсек все же добавил, что какие-то меры НАТО будут приняты, но они не будут зеркальными по отношению к действиям России Мы точно не будем размещать ракету против их ракеты, самолет против самолета, танк против танка и так далее, заметил Йенс Столтенберг Наш ответ будет достаточным и ограниченным По мнению источника твердый знак в политических структурах ЕС, вероятность размещения американских ракет на территории стран Альянса после выхода США из договора крайне мало Представители Вашингтона пока не делали подобных запросов, а сами страны ЕС крайне негативно относятся к такой перспективе Единственные, кто, скорее всего, выразил бы желание разместить у себя американские ракеты, Польша и Румыния Но здесь они столкнутся с сильным противодействием остальных членов НАТО, сообщил твердый знак источник Существует четкое понимание того, что Россия нарушает договор, но также существует консенсус, что милитаризация Европы не нужна ни США, ни России, ни ЕС Напомним, что США обещают 2 февраля выйти из договора РСМД, если Россия не изменит свою позицию Накануне американские дипломаты предложили российской стороне еще одну встречу теперь на полях мероприятия ООН по нераспространению ядерного оружия, которое пройдет на следующей неделе в Пекине Заместитель госсекретаря США Андрея Томпсон, занимающийся вопросами контроля над вооружениями, сообщила на брифинге, что готова встретиться на мероприятии, если Москва будет готова на существенные новые шаги Просто слушать то же самое, что мы уже слышали на протяжении пяти лет, пустая трата нашего времени, добавила она Замгоссекретаря США Андрея Томпсон о том, как спасти договор РСМД 23 января Минобороны и МИД РФ организовали в парке Патриот брифинг по ситуации вокруг ракеты 9М729, вызывающей вопросы у США Представители американского посольства на брифинг так и не явились, что, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пейского, доказывает, желания спасти договор у Вашингтона нет Безусловно, это более чем показательно, потому что это как раз и говорит о том, что по-прежнему отсутствует настрой на обсуждение проблематики договора РСМД Заявил он в пятницу, какие-то другие модальности, такие, как обмен ультиматумами, голословными обвинениями и нежелание слышать партнера Такие модальности не совсем устраивают нас Не ответили американцы также и на предложение российской стороны продемонстрировать им ракету Комментируя это на брифинге 24 января, Андрея Томпсон заметила, что считает это предложение от России неприемлемым Они бы контролировали условия происходящего, пояснила Анна мотивы отказа Когда ты можешь выбрать ракету, выбрать топливо и контролируешь все характеристики запуска, то ты контролируешь результаты теста Она уточнила, что Вашингтон многократно предоставлял Москве доказательства запуска ракеты на дистанцию более оговоренных договором 500 километров в период с 2008 по 2013 год Российская сторона отрицает, что такие доказательства были предоставлены Михаил Коростиков, что предполагает новая стратегия ракетной защиты США Новейшие российские военные разработки бросают вызов существующим оборонительным системам США, что делает необходимой их существенную модернизацию Цель создания средств перехвата ракет противника на всех стадиях полета после запуска Об этом говорится в представленной 17 января президентом США Дональдом Трампом обновленной стратегии развития американской системы ПРО В ней исходящая от России угроза увеличена на порядок в сравнении с аналогичными документами прошлых лет Помимо России среди соперников и неприятелей Соединенных Штатов выделены Китай, КНДР и Иран Читать далее